Наверное, далеко не случайно Кубань считается песенным краем. Здесь очень любят самые разные песни, популярное и хоровое пение. И конкурс хоровых коллективов образовательных организаций «Любви священный материнский свет», приуроченный ко Дню Матери, еще раз продемонстрировал богатство юных талантов в нашем районе. В городе и районе немало талантливых юных артистов. Они постоянно радуют всех земляков своим творчеством. В 12-ю школу на конкурс приехали 16 хоровых коллективов из 15 образовательных организаций. Юные исполнители соперничали в двух номинациях – школьные хоры и хоры учреждений дополнительного образования. Побежденных не будет, они все победители. Уже лучшие коллективы школ сегодня будут представлять свое творчество. Две песни будут на суд жюри предоставляться. Одна копыльная песня, а вторая песня академическая, в той манере, в которой они исполняют эти свои песни. Давайте пожелаем нашим детям удачи и членам жюри, чтобы они их не особо судили строго. У нас члены жюри всегда очень компетентные. Образцовый художественный коллектив студия вокала «Звонкие голоса» не раз добивался успехов на фестивалях и конкурсах. И к этому конкурсу они хорошо подготовились. Шаг краснодевица, Настасья Ивановна, Ой, раю да раю, Настасья Ивановна, Катились два яблочка, Катились величалися. Ева Попова уже более десяти лет занимается пением и не представляет своей жизни без искусства. Коллектив у нас дружный, всегда нам очень нравится выступать. Допустим, когда у нас там по шесть, по семь часов репетиции, либо концерт, и мы вообще не устаем, наоборот, только заряжаемся этой энергией. Выступление ко дню матери, две песни. Одна это акапельная, Катились два яблочка, у нас будет сопровождение танцевальное, Жених и невеста. И вторая песня, За окошком юго-белая, она тоже очень трогательная. Именно маме были посвящены лучшие песни юных исполнителей. Действительно, это самое светлое и доброе слово. Самое красивое слово на шпете, мама, Дай твой и пыльку, детям, мама, Развинуйте с тобой, мама, Я тебя люблю. Все в хоре любят петь, и преподаватель всегда перед каким-то выступлением настраивает позитивно, говорит, что мы справимся, что все будет хорошо. И, конечно, мы очень много трудимся, собираемся на спевки, тренируемся, поем, учим текст, также какие-то движения придумываем, и это все дополняет наше выступление, и все это благодаря нашему учителю ее настрою. После завершения конкурсной программы жюри подвело итоги. Три хоровых коллектива стали обладателями гран-при конкурса «Любви священный материнский свет». Старшая группа образцового художественного коллектива «Звонкие голоса», хор «Камертон» из 29-й школы и хор «Созвучие» из 5-й школы. Три первых места заняли младшая группа образцового художественного коллектива «Звонкие голоса», хор «Камертон» из 17-й школы и хор «Созвучие» из 43-й школы. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».